Компания Радострой, мы продолжаем следование, настройку реле. Господа, смотрите, с каждым реле давления, без рекламы, да, идет вот такая бумажка под названием технический паспорт. Если он написан по-русски, не гнушайтесь почитать этот технический паспорт, он иногда может что-то прояснить и помочь. Что он прояснил в данном случае? Прояснил он то, что маленькая пружинка отвечает за перепад давлений. Вот сейчас, не знаю, видно, мы ее распустили так, что даже гайка не зажимает пружину. То есть это минимальный перепад, который можно достичь на данном реле. Ну а большая пружина у нас стоит на каком-то значении. Давайте вот поглядим. Большая пружина за что отвечает? Большая пружина отвечает за давление включения насоса. Давайте посмотрим, сейчас он включится у нас где? Ну вот 1,8 он включился, я закрываю кран и на 2,8 выключился. То есть минимальная разница между давлением включения? Да, это единичка. Это минимум, что можно достичь. А мы хотим сделать... Допустим, я хочу, чтобы он у меня включался все-таки чуть попозже, где-нибудь там на 1,6, ну а разница тоже была бы чуть побольше, чтобы выключался он все на той же троечке. То есть я тогда чуть-чуть подтягиваю давление, разницу давлений, а минималочку чуть-чуть отпускаю. Давайте посмотрим, что произойдет. Значит, 2, 1,8, 1,7 немножко еще надо отпустить минималку. Сейчас посмотрим, какая разница с 1,7. Ну вот уже 1,2 разница. Сейчас я еще чуть-чуть отпущу, значит, нижнее давление и еще чуть-чуть подзакручу дельту. Открываем, 1,8, 1,5. Ну вот меня устраивает, допустим, я закрываю кран и давление и выключение у нас 2,6. Хотелось бы чуть побольше. Может быть, чуть больше хотелось бы, да, давайте еще дельту немножечко зажмем. А это даже можно чуть-чуть там, полоборочка. Вот так методом последовательных приближений можно там установить давление. Вот 1,6 меня супер прям устраивает. И выключаемся на 2,8. Трешка. Великолепно. Предлагаю так все и оставить. Давай теперь еще в двух словах пробежимся по этим болтикам, чтобы было понятно. В двух словах по болтикам. Значит, и еще раз. Большой болт отвечает за давление включения насоса. То есть за нижнее положение стрелочки на манометре. Когда мы его закручиваем, нижнее положение поднимается. Когда откручиваем, нижнее положение опускается. Отлично. А маленький болтик отвечает за разницу между нижним положением стрелки и верхним положением стрелки. То есть за разницу давлений включения и выключения. Чтобы он выключался позже, надо зажимать гайку. Если мы хотим, чтобы он выключался раньше, надо отпускать гайку. Ну, вот так вот. В двух словах объяснили, разобрались. Чего и вам желаем. Удачи в освоении технических частей. Продолжение следует...